Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом небольшом видео я расскажу, какие ошибки могут быть при укоренении пеларгонии. В конце февраля до середины марта нужно проводить обрезку пеларгонии, если вы хотите, чтобы ваша пеларгония росла аккуратным кустиком и давала много цветков. У меня здесь пеларгонии разного возраста, есть укорененные с осени черенками, есть старые стволы. Если брать черенок, то нужно брать, чтобы он был светлый, светло-зеленый ствол, чтобы был с верхушки. Вот я сейчас пытаюсь, одной рукой неудобно, потом обрежу этот черенок. Черенок можно не только ножницами обрезать, но и просто обломить рукой. У черенка должно быть минимум 2-3 междоузлия, это вот откуда росли листья, потому что заглублять черенок нужно минимум хотя бы на 2 междоузлия, тогда больше гарантия, что черенок приживется. И выбор черенка тоже имеет значение. Лучше брать для укоренения с верхушки, чтобы он не был слабым. И удалять бутоны, если есть. Подсушивать место среза, просто чтобы черенок полежал на столе, нужно где-то пару часов. И тогда уже снижается риск заболеваний, что что-то из грунта повлияет на то, что черенок будет загнивать. Что еще важно? Важно не поливать, когда укореняем пеларгонию, грунт должен быть теплым, не проливать его холодной водой. И укоренять лучше всего, конечно, в земле. В воде есть риск загнивания черенка. Спасибо за внимание.